А спонсором этого ролика является игра War or Peace, где вам предстоит встать у руля страны, которую вы сами выберете. И именно от вас уже будет зависеть, сможет ли эта страна стать самой могущественной в мире, либо же её просто уничтожат. Вариантов для того и другого эта игра предоставляет нам очень много. Также особую атмосферность создаёт самописный саундтрек, который специально сделали для этой игры. Ссылочка на сайт, где можно будет приобрести эту игру по очень низкой цене, будет в описании, а там же и ссылка на группу. Я и не отрицаю, что в будущем, возможно, я в неё и поиграю. На записи или на стриме, потому что игра сейчас очень активно разрабатывается. И кто знает, какая на неё цена будет в будущем. Всем привет, зрители! Наконец-то, наконец-то мы сейчас будем делать то, что так долго ждали. Вообще, это была моя вторая цель. Помните, раньше я говорил, что мы сейчас захватим Италию, и я начну нападать уже на Третий Рейх. Но понимаете, тогда на него напали уже другие. И вот полностью захватили, мы не могли ничего сделать. Потом, когда мы его освободили, я думаю, ну всё, давай, сейчас всё будет. Потом взяли, с севера напали на Третий Рейх, полностью его захватили. И вот только сейчас его захватывать уже некому. Ну, кроме нас, конечно же. И, наконец-то, теперь с чистой душой можно это осуществить. Смотрите, что я заметил. Короче, мы какого-то фига имеем претензии на германские земли. Серьёзно. Я не знаю, откуда они появились здесь, потому что, вроде как, их раньше не было. Возможно, когда мы пошли по вот этим вот фокусам, где-то здесь, возможно, тут. Короче, нам прописали претензии на эти земли. А значит, они, скорее всего, нашими национальными являются. Короче, посмотрим. Кто шарит, напишите, откуда претензии есть. Кто-то уже играл, он и вперёд меня ушёл. Ладненько, сейчас что мы делаем? Мы наши корабли отправляем вот сюда вот, сюда и сюда. Вы также этим же занимаетесь, только уже вот так вот. А вы вот так вот. Всё, вперёд, отправляемся работать. Давайте-ка будем фабриковать претензию. Там очень быстро, 10 дней всего лишь. Время идёт, кстати, заметьте, с какой скоростью, потому что, как бы, мы многие страны захватили. И лагать нечем, просто-напросто. Также, чё там у нас по Италии? В наших федесчёх, там и дивизии, 10 дивизий, ё-моё. 90 кораблей, корабли тоже делают. Да, и авиации, тысяча. Ну, авиации мы накидали, конечно, огромное количество. Опять, что ли? Серьёзно? Да сколько можно? Эти восстания просто постоянно появляются. Ноль, одна дивизия. Ааа, ладно. Посчитайте, какой раз это уже было. У нас сейчас уже 128 атомных бомб. Ну и население нашей войны обязано 67 всего лишь тысяч, понимаете, да? Это я просто немного здесь... Ну, видите, да? Эта последняя наша армия, которую я хочу развернуть. Уже вполне хватает, потому что придётся в дальнейшем повышать тогда военобязанное население. Либо же мы его получим просто с Германией, судя по претензиям. Короче, посмотрим. Давайте-ка объявляем войну ей. Союзников, конечно, призываем до нашей марионеточки с флотом, с авиацией. Почему бы и нет? Так, вот бой начался. Ну-ка. Всем подлодок. А, это... Это рейх. Ясно. Ну чё, давайте-ка будем вписываться. Пошёл. Синенькие. Столько уж... А, не те. И вот жалко то, что здесь в Индии, конечно же, тащит Индия, а не свободная Индия. У этих всего лишь 9 дивизий. Людские ресурсы ноль. Я бы им отправил ленд-лист, но это бессмысленно. Без людских ресурсов. Хотя, может, они повысят. Ну, смотрите, короче, сейчас в чём дело. Я такой захожу в логистику и... А-а-а-а! Что же делать? Минус 2 миллиона пехотного снаряжения. Как быть? Как воевать? Что же делать, да? Что же делать? Так. Давайте-ка. Вот. Понимаете, да? Вот игра умеет, конечно. Вот у меня из этого шкопчик вспотел. Умеет игра так шутить. Ладно. Давайте-ка. Индия ещё в войну вряд ли вступит. Канада пока тоже чуть не вступает. Ладно, тогда разбираемся здесь. Синий вот эти вот. Вперёд. Бразилия даже хочет добров... Ух ты, 9 штук. Ё-моё, спасибо. Ну да, как бы общий враг туда-сюда. Тик. Вообще наш флот. 249 кораблей. Весь он здесь. Ну, конечно, я думаю, наша авиация очень сильно повлияет на их корабли. Блин, одни подлодки. Где твой флот, а? Серьёзно? Ты там так ломала лицо США, а сейчас одни подлодки вывела, а? Да ну нафиг. Я так ссыковал. Давайте, знаете, что сделаем? Союз с Турцией. Ну, давайте. Количество главное, чтобы было. Морально можно давить на наших противников, которых почти не осталось уже. Империя громового дракона сейчас воюет против нас. Только не это. Ой, 6 дивизий. Ну, ладно. Вот хотя стоям бы. Вот это, конечно, такое себе. Я отправил нашу дивизию сюда, потому что всё-таки этот гад может пройтись вот так вот. Если мешать ему никто не будет, то она захватывает. Ой, мы же здесь высадились. Британия отменила наше торговое соглашение. Мы получили послание, что правительство Британии отменило наш доступ к их технологическим улучшениям. Ну, ладно. Ну, ладненько. Так, давайте-ка сейчас всё это дело вот так вот. У них дивизии попросту, я так понимаю, нету. Чехословакию сейчас войну тоже призвали. Давайте, знаете, как поступим? Я тогда давайте просто тут удлиню. И пофиг, просто атакуем. Давайте. Уф, как знатно. Авиация. Вся работает. Покрытие огромное. Я даже не знаю, что здесь можно бомбить. Чем мы не можем бомбить? А, превосходство. Всё-таки у них там авиация тоже. Да, смотрите, 4000 истребителей. Ой, я сюда бомбардировщиков понаотправлял. Чё-то я совсем забыл про истребители. Но давайте реактивных ещё вот сколько? 600 тут есть. Давайте эти вот отправим. Всё-таки они реактивные. Я не думаю, что Германия не реактивные. Так что мы должны быть как-то получше. О, Ливерпуль. Прямо в столице. Вы здесь. Я как угадала. Так, ну а вы, господа, тупо-нибудь сюда вот пошли. Давайте здесь удлиним. Всё, занимаемся. И вы тоже. Сюда, сюда, сюда. Занимай порт скорее, чтобы я мог уже прорисовать фронт наш. И пусть они атакуются сюда. А вот Британская империя и капитулирует. Уф, спасибо. Так, а что это здесь вообще образовалось? Уф. Свободная Индия, серьёзно? Ха-ха. Так, наши здесь подошли. Давайте-ка это всё заберём. Свободная, блин, Индия. Ну, понятное дело, ты здесь нанесла кучу урона Великобритании. И поэтому, как бы, тебе вот эти земли дали. Но это как-то нелогично, согласитесь, да? Так, а по нашим кораблям 248. Да. Одни подлодки. Чё я, блин, цыковал? Ладно. Давайте-ка это всё дело мы забираем тогда уже. Так, ну это забрать мы уже не можем, я так понимаю, да? Кто хочет к нам в Альянс? Свободная Индия хочет. Извини, дорогуша. Ну, я не согласен. Конечно, на мирной конференции, когда мы разберёмся с Индией, можно будет как-то вот это всё забрать. Но ты же гадина. Будешь в Индии. А я хочу всю Индию себе захватить. Так что, дружок, давай я откажусь, а? Уйди. Лизе, спасибо, не надо. Давайте-ка, свободную Индию пускай капнут. Жалко, конечно. Но Ленд-Лиз тогда мы уже им точно отправлять не будем. Хоть у нас миллионы завалялись. Ну чё, Германия, как там? Понимаете, просто здесь у них очень много... А, кстати, в Монголии-то не вступила война. Ты, смотри, здесь такое сосредоточение. Я думал, ударят, нафиг пронесут это всё дело. А, нет. Чё-то они как-то еле ходят, да? С чего бы это интересно? Сибирь же такая, легко проходимая пешочком. Но он постоял здесь, вижу, увёл дивизию. Помните, сколько здесь было? Целая Арава. Но они, хоп, сюда перевели. Как раз вовремя. Давайте здесь тоже уже атакуем. И заканчиваем потихоньку с ним. Так, как у нас там? О, империи Громового капитулирует. Отличная новость. Чё, мне всё залагало? О, всё, отлично. Думал, опять вылетит. Будет круто вообще. Запросить. Краков пропущен. 425 тысяч потерял уже Третий Рейх. Но авиация пока ещё пусть здесь работает. Ой, блин, авиацию сюда нужно было перевезти. Класс, уже поздно. Супер. А, ну здесь мы ничего делать не можем. Тогда просто стоим, отдыхаем. Чёрт, подождите. Мы чё можем сделать-то? Занять Северную Ирландию-то? Давайте все сюда. А тут как вообще попотеряем? Ну, мы 12 тысяч потеряли. А они? Видите, да? Вот так. Ну они, смотрите, они не приглашают другие страны. Просто. Скорее всего, они просто-напросто не хотят воевать с нами. Они понимают, что будет в итоге. И всё. Вот так. Но вы посмотрите, мы всё-таки получили 2 миллиона людских ресурсов. Эти земли наши национальные. Мы получаем полностью с них людей. Вот так как-то это оказалось. Я вообще на это не рассчитывал. Но спасибо за такой приятный, так сказать, бонус. Не маленький. Давайте эти котлы позабираем. В целом, здесь уже совсем нет никакого сопротивления. Просто мы сейчас проходим и уничтожаем наших неприятелей. Так вот, конечно, мы слишком торопимся. Понимаю. Да, но давайте-ка, господа. Всё-таки не умирать здесь. А то знаю вас. Давайте-ка сюда и в порт. Здесь уже ломаются фронты. Вы посмотрите. Надо перестраивать. Ну, собственно, Индия уже капнула. Теперь эти земли опять вернулись в состав Великобритании. И мы потихоньку их уже захватываем. Давайте все сюда. Тут же ещё опять поломались. Да, господи. Как вы так ломаетесь-то быстро? Только фронт перестроил. И я, короче, авиацию сюда перевёл уже всю. Уже на Северную Германию. Но всё равно, смотрите, как-то не догоняем превосходство в воздухе. Куда ты уходишь? Истребители, давайте. То есть я ядерные бомбочки чуть не особо-то могу кидать. Просто-напросто не дают. Авиация у них действительно сильная. Там же как бы ещё и помогает Великобритания. А вы помните, сколько у неё самолётов? 14 тысяч. Тут 11 тысяч. А у нас всего 48. Только вот у нас почти все они, блин, лежат на складах. Я решил сейчас перевезти сюда намного больше авиации. Кинул тысячу отсюда. Ещё 1400 поставил реактивных истребителей. Они у нас, кстати, даже закончились, прикиньте. Так что давайте-ка поставим на истребители. Я бы их даже, кстати, бы ещё и прокачал. Давайте на дальность и надёжность. Вау, это чего-то можно было и больше. Большей надёжностью. Вау, фига до семёрки. А тут жалко нельзя. Хотя было бы прикольно. И ставим вот это. Ну чё? Сейчас мы бомбить можем Берлин. Давайте-ка это сделаем. Сколько у нас там? Смотрите на атомные бомбы. Смотрите, смотрите. Ох ты, ё-моё. Как же они быстро кончаются. Но, понимаете, они очень слабенькие. Поэтому мы сейчас, чтобы так вот знатно шандарахнуть, я думаю, хватит. Но население, ты хоть как-то там убавишься? Не, бессмертные люди, просто-напросто бессмертные. Атомная бомбардировка Берлина. Бункер фюрера, как утверждается, пережил взрыв. По крайней мере, частично. Поскольку бомба сдетонировала вдали от запланированной эпицентры. И утверждается, что наш правитель всё ещё жив. И в ярости. Что? Это же мы. Каким образом эвакуировать автро-венгерских лидеров? Можно ли защитить их от радиации? Это уже другой вопрос. Короче, я знаю этот баг. Они нашего правительства подставляют сюда вот. И страну нашу. Это мы бомбили. Сегодня хочется порадоваться, что ты не житель Берлина. Мы там весь город просто подчистую стёрли. А там должны все бункеры наверх уйти. А он выжил. Класс, короче. Ладненько, давайте-ка будем заканчивать это дело уже. Давайте сюда вот ещё понапуляю. Чё б нормально было. Давайте. О, пехотное вооружение. Наконец-то готово. Давайте его поменяем. Поставим здесь галочку. Она не будет требовать. И поставим наверх. Ну да, стали у нас, конечно же, большой и очень минус. Ну, 2400 всего лишь там. Ну, вроде как, всё, что нам надо, оно производится. О, посмотрите. Линкор за один день. Класс. За один день. Ну и баф, конечно, там вот этих фокусов. Ну, понятное дело, мы очень сильно потянули. Поэтому бывает такой. Смениться. Ну, пока я уже не буду после них допроизводиться. И скоро ты там уже капнешь. Да, всё, третий рейх уже почти скоро закончится. Существование. Рейх комиссариат Норвегия. Ха, ноль. Зачем ты её выделила? Но отмечается у нас в рамочку это третий рейх Австралия. Твою-то Австралия в рамочке, ребята. Вы прикиньте. Нам придётся эту скотину сейчас задеть. Как это можно сделать? У тебя дивизий. Одна. Кораблей у тебя большое количество. Что мы в итоге сейчас делаем? Так, ну закончите там уже, наконец. Я тогда сейчас перевожу наших ребят вот этих вот. Давайте пока вот этих поставим. И нужно делать высадку вот сюда вот. Как это можно сделать? Можно сделать этот с восточного Тимора. Точно. Вот я же говорил, не зря мы его захватили. Вот прям копчиком чуялось, что надо его захватить. А вы посмотрите. А рейх уже капнул. Ну чё? Теперь вот это всё наши территории. Давайте-ка знаете что сделаем? Поставлю управление, оккупированное территориями. Слабенькое. Чтобы партизаны не ломали наши фабрики. И рейх. Хорошо, значит мы тут... Куда вы, гады, поплыли, а? Скажите, куда вы поплыли? Возвращаемся, там не закончили. А эти сюда. Хорошо, ну флоту что-то мне пока не получилось отвязаться. Он пока воюет. Давай, закончим сражение. Перекину его туда на восток. И нужно будет как-то разобраться с Австралией. Вот, блин, сейчас с ней начнём разбираться. Бац! Подключится ещё Индия в рамочке. Подключится Канада. Ну Канада там фигня, мы тут как бы пасём её. Да и Индия тоже. Здесь вот нужно будет разобраться. Давайте-ка я оранжевеньких украду. Я думаю, в принципе, можно Австралию захватить 24-кой. Спокойно. Да, то хоть двумя дивизиями. Вот, вообще, нет альянса. Что мы можем сейчас сделать, чтобы было намного проще? Можем пригласить вот тебя в альянс к себе. Давай. Всё, не соглашаюсь. Мы видим, где эта дивизия находится. Теперь вот 24-ка, кстати. Всё, и это будет уже наша... Ой, господи, что я сделал? И это уже будет наша высадочка, собственно. Пехотный офицер. Да, да, пехотный. Класс. Ну и чё-то, да, нужно забрать корабли уже наконец. О, США, спасибо большое. Помните, я говорил, как быстро бежит время? Так я сейчас посмотрел, у меня открыт браузер с 50-ю вкладками, которые жрут половину процессора. Ладно. Короче, перевёл я в Восточный Тимур. Сюда вот эти вот дивизии, вот эти вот. И флот, ну, два забрал, один там оставил. И также потихонечку меняю сейчас полсовременной линкора пихаю. Ну что ж, высадочка готова, давайте-ка её отправим. Да, тяжело понимаю, морская база всего лишь строится. А, блин, я начал вторую рядом строить. Чёрт. Ну ладно. Всё, делаем высадочку сюда. Империя Киви, ага. Короче, тут ещё как бы он потихонечку всех приглашает в эту войну. И... А, нет, он Индию тоже позывал. Чёрт, я это поздно заметил. Хотел сказать то, что вот Непал пригласил. Я быстро, хоп, забрал, занял эти позиции. А он, гад, посмотрите. Всё. Чёрт. Вот если бы я сейчас не посмотрел, захватили бы Тибет бы целый. Прикиньте. Ужас. Всё, господа, погнали, давайте. Захватываем тогда Индию, потому что тоже придётся. Она в рамочке у нас. Я надеюсь, эти две дивизии быстренько здесь всё осилят. Потому что у Инди дивизии всего лишь 19. А мы атакуем и 24-ка. А, 23-ка, извините. Плохо, обидно. И 24-ка ещё с этой стороны с Непала с севера идёт. Так, можете и высадочки. Давайте гавань построим, то что надо. А тут, да, начались всё-таки эти морские битвы. А, всё. Класс. Нет, идут, идут. И-и-и... Отпустите нас, а? Конвой. И вот ещё, блин, королевство Италии и США начинают нам что-то там давать. Серьёзно, у нас же всё есть. Этот минус, это же иллюзия. Смотрите, наших запасов на складах хватит на 382 дня. Почему здесь этот минус? Вот кораблик, давайте меняем. И здесь скоро будет... И вот это вот население нашей военнообязанной, посмотрите. Это просто жесть. Так, чё мы здесь можем давать вот это вот? Я, короче, чё сделаю? Я возьму обезоруженную нацию, ребят. Вот есть обязательная служба, да? Которая даёт огромные просто минусы. А вот обезоруженная нация. Тогда в следующей серии возьму вот это вот. Уже сбавим эти людские ресурсы. Зачем нам столько надо? Серьёзно. 9 миллионов. Против кого воевать? На что там, Китай занационализировался или что? Почему так много их? Так, походу они не скоро отпустят. Нужно подождать. Да ладно, блин. Вот только здесь отпустили нас, уже сюда приплеили. Вы чё, не можете с ними справиться, что ли? Плывете целую вечность друг друга, а? На таран, пошли и всё. Уф. Да, это самая тяжёлая высадка здесь. Самая-самая. А в Индии чё? Ну, в Индии потихонечку захватом. Вышли в Бенгалию. Всё-таки. Я ожидал, что они как-то сюда, что ли. У вас же агрессивка стоит. Ну, давайте-ка поречь, господа. Ну, это всего лишь вопрос времени. Они здесь заняты, как бы пока они уйдут отсюда. Вот если ещё, конечно, Сиам призовут. С 22 дивизиями. Вот это уже, конечно, будет проблемочка. У него, блин, смотрите, только добровольцы и 2,5 миллиона населения. И столица здесь уехала из-за гражданки. Ладно, это вообще фигня. Они в этих горах тупо застревают и не могут нормально пробираться. Ещё возвращаться будет целая вечность. Так что всё круто. Блин, это неудобно, что игра всё-таки подфризивает. Интересно, из-за чего это? Наверное, надо будет перезапустить игру. Бывает такое. Да, ладно, заканчиваем это на высадочку. И давайте уже продолжим в следующей серии. А пока что спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Скачивайте моды из нашей группы ВКонтакте. И, кстати, Австро-Венгрия. Я совсем забыл ей стать. Поэтому мы в следующей серии сразу же восстанавливаем Австро-Венгерскую империю. Блин, мы там Чехословакию захватили. Уже была эта возможность. Ну, ладно, профукал. Давайте уже тогда в следующей серии всё это проделаем. Спасибо всем большое за просмотр. До встречи. Спасибо.